Всем добрый день! У нас сегодня, наверное, будет кулинарный влог, потому что я сегодня хочу приготовить обалденный супер-пупер чизкейк по испанскому рецепту. Он просто нереально вкусный, нежный, вкусный, сочный, как персик, как персик. Но это будет потом, после обеда. Так, сейчас я буду делать, во-первых, там поставила яйца варить, нут, полугорелый нут будем готовить. Нам нужен чеснок, пиментон, это паприка, паприка, сладкая паприка, она уже копченая, в Меркадоне, кстати, очень классная паприка, вот эта вкусная такая, прям это, вот видите, паприка сладкая. Копченая, этот, листья вот этого вот зеленого шпината. Так, ну все вроде бы, ну и масло оливковое, ну или там растительное, в общем, такое хотите, ну все на ваш вкус. Сначала мы чеснок порежем. Потом на сковородочку его, и как всегда, до золотистого такого, но не горелого цвета. Поджариваем. И когда чесночок начинает поджариваться, добавляем паприку, и вот так быстренько ее обжариваем, но смотрите, чтобы она не сгорела. Потому что горелая паприка, это горькая паприка, вот так. И потом сразу, о, какой аромат пошел. Офигеть. И все. Добавляем нук. Можно убавить огонь. Нук-то уже, в принципе, готовый. У меня даже немного горелый. Вот. И теперь сюда добавляем шпинат. Потом он сдуется. Кажется, что его много, но он когда сдуется, его там нифига не будет. Яйца там варятся. Дружно. Может, это яйца, просто я захотела яйца. И все. И все. Но можно и без яиц. У меня сегодня клиентка одна такая, деловая она вообще. Как это? Значит, приходит, за полчаса до закрытия такая, с тележкой. Ой, а я укладывала женщину одну. Ой, времени, нет времени. Вообще нет времени. Ты меня уложишь. А, мне уложишь, я говорю. Ну да, оставайся, говорю. Что уложить-то? Уложу. Ой, мне... А, ты еще работаешь? У меня еще есть время сходить в Меркадону. В Меркадону у нас... Я работаю наверху. Магазин у нас внизу. То есть спускаться надо там где-то километр. В общем, ну там, чтобы спуститься, сходить в Меркадону минимум... Ну это если по-быстрому. Час надо. Потому что 20 минут спуститься, 20 минут подняться, пешком если. Я как на нее посмотрела, говорю, нет, не успеешь, я уже заканчиваю. Ой, ну ты меня подожди. А я, знаете, один раз ее уже подождала. Она так тоже. Я добрая душа, но тогда было не перед закрытием. Я говорю, да, подожду. Она пришла около трех дня, девочки. Это трындец. Ну я-то уже пообещала. Я там думала, я ее порву. Ну, я-то думала, а виду не подавала. И сегодня я такая говорю, не-не-не-не, говорю, ехай. И говорю, нет. Не успеешь. О, а я так, я говорю, ну Меркадон открыт до полдесятого. И там до десяти уже. Я говорю, вот туда ты точно успеешь. Ой, нет, у меня времени нету. Это все утро тогда займет. Я такая говорю, ну вы извините. Говорю, я потом, у меня уже не будет. Сидела-сидела. Ладно, подожду. Сидела-сидела минут пять. Мне уже осталось просто лаком палачить женщину. Нет, пойду в Меркадону. Я говорю, иди. Смотрите, какая. Все для себя, все для себя. Потом мы с клиенткой подплетничали. А как без этого? Конечно, сплетничаем. Куда без этого? Ну, в общем, она такая, говорит. Она живет на севере. Ну, у нее, как бы, она сама из того города, где я работаю, Соловрине. Ну, замуж вышла и уехала на север. А сейчас у нее, ей уж восемьдесят с лишним лет. Она как сайга, друзья. Вот, честное слово. С севера на юг ездит на автобусе. Там 12-13 часов в автобусе. Как пить дать? Я, блин, два часа не могу усидеть. Она 12 ездит. Представляете? Это трындец какой-то. У нее сил столько. Конечно, это хорошо, что у нее сил есть. То такое. Ну, у меня таких сил не будет в моем возрасте. Я, дай бог, доживем до восьмидесяти. И вот такая вот, представляете? Я говорю, не, я уже вспомнила ее. Говорю, мне не надо. Она, ну, ладно, во вторник приду. Я говорю, правильно, во вторник приходила. Так что вот так вот. От филонего клиента. Как пахнет, боже, какой запах стоит. Нереальный. И это уже почти все готово. Смотрите, кстати, от шпината даже исталась только вот зелень какая-то такая, пузатая. Ммм, аромат такой стоит. Обалденный. Открою себе еще консерву. Давайте сейчас откроем. Это, это, как ее называют, так? Кабая. Эм, блин, как же ее называют? Кабая, кабая, скумбрия. В томате. Кстати, любите консервы? Или это, вот знаете, как бич-пакеты? Не знаю даже. Мне нравятся консервы. Вкусненько. Ладно, это уже, смотрите, все готово. Яйца, кстати, тоже. Во, какой обед. Вкусный. Вкусный. Всем приятного аппетита. Ну что, друзья, приступим к приготовлению супер-пупер-чизкейка. Для этого нам понадобится 500 грамм сыра. Как это сыр? Ну, типа Филадельфия такая вот, которая намазывается. 500 грамм. У меня 600, буду там немножечко вот так вот убрать. 400 грамм сливок. Такие жирненькие, 35% должны быть. Ой, что у них такие твердые. Не замерзли там они у меня. А вот 35% сливки. 4 яйца средние такие. 200 грамм сахара и 20 грамм муки. Все. Все элементарно и просто, представляете? И форма. Вот такая вот я ее застелила пергаментной бумагой. И, в общем, все это нам сейчас будем мешать. Так, смешиваем, значит, сахар с яйцами. Скорлупу не выбрасываем, отдаем Татьяне, подруге моей. Ну и там чучим ему тоже достается. Я ему в последнее время тоже вот так скорлупу размельчаю и даю. Так, берем миксер. Я обычно делаю это в роботе, но там же вам ничего видно не будет. Поэтому делаем все ручками, ручками. Ручками, ручками. Вообще, очень вкусный такой чизкейк. В общем, поехали. До кремообразной консистенции взбиваем. Вот смотрите, как у меня взбилось. Прям такой, прям как крем получился. Вот, теперь мы добавляем сюда наш сыр. Плавленый сыр. Во, вспомнила. Плавленый сыр. Сыр. Так, все это смешиваем. Сначала вот так, чтобы у меня это не летало во все стороны. Закроем дверь, чтобы нам никто не мешал. Вот. Так, напоминаю, рецепт испанский. Может быть и в России, конечно, такой делают. Но я там не нашла. Так, мешаем. А с сливками у меня все-таки что-то случилось. Хотя срок годности. Январь, февраль, марта, апрель, июнь, июль, август до сентября. Ну, а они превратились, походу, в масло. Ну и что, мне теперь опять в магазин, что ли, ехать? Так. Что это такое? Просто жуть? Блин. Тебе и пожалуйста. Придется опять в магазин ехать за сливками. Блин, у меня тут... Масло? Это что? Нет, оно не замороженное, друзья. Это что-то с чем-то. Это что вообще такое? Да что? Сливки такие? Охренеть! Блин. Масло самое настоящее. Вот взяла сливки, знаете, которые в холодильнике хранятся. Они у меня в холодильнике хранились. У меня есть немножко, точнее, одна всего упаковочка хороших сливок, такие, которые долгоиграющие. Но это очень мало, надо 400 грамм. Ну, твою мать. В магазин поеду, а что делать? Блин. Вот так вот. Прямой эфир. Все время все дороги ведут, а я уже и духовку поставила. Ну, ладно, я думаю, что с массой ничего не случится за полчасика. Погнала я в магазин. Все, я пришла. Продолжаем. Надеюсь, эти сливки нормальные. В общем, я недолго, недолго отсутствовала. Масса хорошая. Что это за звуки такие? Так, 400 грамм сливки. Я даже не переодевалась, представляете? Перемешаем. 400 грамм. Ну, на глазок. А 100 грамм оставим для... Для утреннего кофе. Какая жирненькая сметанка. Сливки. Ну, ладно, ладно. Ой, прям тут сметана целая вылезла. Так, ее тоже. Слушай, как вкусно. Кто любит сливки по утрам. И замешиваем. Опять перемешиваем все. Ой, мы Нине, вот чекетине. Вот нет у него водички. Водичка закончилась. На, скорей водичке. Да, тебе фильтровано. У них ухры-мухры. Ну, как же. Теперь добавляем муку. Я не просеиваю ничего. И так нормально. И перемешиваем. Так, теперь все это выливаем в нашу форму. Мммм. Да, каждой капельки. Чтобы все было вкусно-вкусно. Вот так вот. Так, теперь у нас 15 минут уже разогревается духовка. Вот. И ставим первые 10 минут на 200 градусов. То есть, духовка у нас разогрета до 200 градусов. 10 минут 200 градусов. 10 минут, 5 минут, 5 минут, 10 минут 200 градусов. Так, побыла у нас уже 10 минут на 200 градусов. Теперь убрали на 180 и 35 минут на 180 градусов. 35 минут, 35 минут на 180 градусов. Вот тут вот просто с градусами. Вот тут, да, заморочки. Вот. Чтобы вам было удобнее, я весь рецепт слеплю как бы в одну часть. А то я там и в магазин хожу, и посуду мою. И так не это, неудобно. В общем, да. Как-то так. Аллергия на что-то, глаза чешутся ужасно просто. Так, друзья, 35 минут прошло. Теперь мы температуру оставляем ту же, но теперь уже включаем этот вентилятор. И 10 минут у нас все это работает с вентилятором. И все. Нет, ну там кое-что еще есть дальше, так что оставайтесь. Ну вот и все, друзья. Смотрите. Что-то сейчас мандель кнется, по-моему. Он вот достали его. И он, видите, такой как жидкий кажется. Но это вам кажется. Оставляем на 2 часа остывать в форме. Вот, чтобы он остыл, наш тортик. Потому что сейчас он просто развалится. Оставляй. Не захотелось мне машину брать. Тут у нас в 5 минутах ходьбы есть тоже один магазин, суперсоль. Вот там пойду куплю сливки. А вот и все-таки доделаю до конца свое дело. У нас, кстати, там от магазина, недалеко фруктовый магазин, где я всегда хожу, покупаю. Взяла вот арбуз, четвертинку. Вот. И вот такие инжиры. Но в Испании вот этот вот инжир, первый, который идет, его называют бревос. А потом уже, господи, как его, игос, бревос, вот который первый, первый, говорит, инжира пока нету. И знаете, почем? 7,50. Но они говорят, что они самые вкусные, вот этот бревос. Инжир, он вот этот вот самый вкусный, который первый. Ну, конечно, 7 евро килограмм. Это трендец, но я взяла себе раз, два, три, четыре, пять штучек. Арбуз не знаю, сладкий, не сладкий. Потом узнаем. Потом сюрприз будет. В общем, пока 10 минут у меня греется, там нагревается, я посуду помою. Субтитры сделал DimaTorzok У меня тут ужин готовится. Я сегодня не поехала, ужин какой, огурец разрезан напополам. Огурцы мы здесь чистим, у них какая-то кожа не жующаяся. А я вчера еще салат-то ела, и там в салате гренки были. И вот эта вот одна гренка, зараза, мне прям вот небо, 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 блин, небо, небо, наверное, прям разодрала там вверху. Ну, так делаю всегда. И прям больно, знаете. Так, тык-тык-тык-тык-тык-тык. И солью сейчас посыплю маленечко. И вот так надо растереть. Кто так делал? Еще бы хлебушек черный, но это уже будет перебор. Мой обед такой, мой обед, ужин. Что с этим маслом делать, совершенно не знаю. Пирог опал. Тортик, но это так должно быть. Он сдувается, а потом опадает. Все так и надо. Вот. Я сегодня так поработала хорошо. Потом в магазин сходила, без карусом. Думаю, нормально. Еще так жарко было, что никуда не охота была идти. Чучи поет. Не так, как раньше, но поет. Я ему, смотрите, еще добавила. Скоро ЛПМ лежу, он там жрет понемножечку. Надо на следующей неделе посмотреть, что я ему показываю. Растут ли перья или нет. От моих вот этих... Вот что осталось. Не знаю. Ну, тут вот, смотрите, видите, новый вроде как растет. В общем, блин. Жалко. Зато этот, смотрите. Шикардос, цветочек тоже растет. Этот загнулся, я его хочу вообще убрать. Думаю, может, огурец туда посадить, а? Купить рассаду огурца. Ну, не рассаду, а огурец. И посадить. Тут пускай вьется где-нибудь вот в этом углу. Вот это надо выбросить, вот эту штуку. Ну, вот. Ну, все, руки не доходят. У нас же как бы просто это в мусорку нельзя, ну, нельзя относить. Относят все все равно. Ну, нельзя. А это надо на определенное место идти, да, да, чуть-чуть, да. Или неохота. Что завтра делать, не знаю. Вы знаете, на пляжки ехать. Можно и на пляж поехать, ну, как, походить. Ну, по пляжу в масках ходить, да ну его нафиг. Лучше по полям без маски. А вот думаю, может, в парк поехать завтра утром. Опять же, жареще будет. В общем, не знаю, с этой жарой. А нам завтра, на завтрашний день вообще жару передавали. Сильную. Ну, поэтому только остается дома сидеть. Бассейн можешь это купить, надувной такой. И на крыше себе поставить. Там вода цветет постоянно, воду надо менять. На одной воде разоришься. Ой, ну и лето в этом году. Это вообще трэш какой-то. Ну, знаете, там вообще в Берселоне творятся дела такие. В общем, там зараженных, страсть, сколько они переходят опять назад. В общем, чуть ли их опять не на карантин там сажают. Вот, на фазу ДОС, на вторую фазу переходят. Как раньше помните, мы выходили с карантина. Там не больше собираться не больше десяти человек. Вот, без надобности не выходить из дома. В общем, да, там у них беда бедой. Поэтому не знаешь сегодня у них. У них там тысяча с лишним зараженных за один день. Когда у нас доходило 70 человек в день по всей Испании. А тут тысяча с лишним в одной Барселоне. В общем, можно будет задумываться. Вот, поэтому, вот видите, все в масках ходят. Сейчас в Испании маски не обязательны. Только в Мадриде и на каких-то островах. Не помню на каких. А так вся Испания в обязаловке, в масках ходит. Вот. Так что, да, два шага вперед, три назад. Как-то так будем жить до этой. Поэтому лучше вот в масках походить, чем вот нас на карантин опять закроют. И будем сидеть. Причем вот у нас говорят, знаете как, сейчас 70% бессимптомные. Ну, не сейчас, оно, наверное, всегда было бессимптомным. Просто раньше-то тесты не делали. А сейчас у нас как? Выявляют заболевшего, да? И потом вот вычисляют, с кем этот заболевший контактировал. И вот всех, с кем он контактировал, делают тесты. И в результате получается, что 70% людей, у них просто нет никаких симптомов. То есть, вирус есть, они ходят, заражают других, но сами они не болеют. Но факт в том, что он-то не болеет, а он меня заразил, а я, может, завтра это, коньки отброшу. Правильно? У всех умы... Никто не знает, почему одни бессимптомно, другие умирают. Причем умирают у нас 40-летние сейчас. Так что это не только какие-то старенькие там бабушки и дедушки. Так что вот так. Береженого Бог бережет. Вот. И меня просто удивляет, когда она говорит, вот, в маске жарко. Я уже говорила на этом. Вы знаете, мне сегодня в трусах было жарко. Но это еще не повод, чтобы их снять и ходить по улице без трусов. Правильно? Я же не буду кричать, вот у меня там это, моя это. Кисонька, она так запотела, у нее там разный грибок вылезет, если я вот пойду в нижнем белье. Ну, смешно же, да? Тем более. Хотя, знаете, вот одежда же тоже обязаловка. Правильно? Вы же не ходите по улице раздетой и не кричите, что, типа, вот мне жарко, я сниму и пойду. Хотя, если вы снимете одежду, вы этим никому не навредите. Но если вы не носите маски, то вы можете пойти и заразить других. То есть это вы можете навредить. Я вообще еще не понимаю тех людей, которые все еще отрицают. В общем, бред. Я сегодня посмотрела Анита Цой. Я была на нее подписана, знаете? Иногда подписываюсь в Инстаграм на кого-то, потом надоедает, отписываюсь. Я была временно подписана на Аниту Цой, ну, эта певица, да? Вот она, прикиньте, она заболела, кто не знает, заразилась этим вирусом. Хотя она говорит, не знаю, где заразилась. Везде, говорит, носила маски, там, меры предосторожности. И вот она там рассказывала в Инстаграме, как она все это переносила. Она говорит, что, типа, это даже хотела, это, коньки, ну, умереть. Как это было для нее страшно. Еще же, говорят, этот вирус на головку, это дает осложнение. Не только легкие, но и с головушкой. Не того случается. Вот, так что, вот, лучше перебдеть, чем недобдеть. Все равно, рано или поздно, это когда-нибудь закончится. Вот. Так что, ничего, переживем. Вот так вот с вами полболтала. Такая вот у нас ситуация. Ну, я посмотрела в Индалусии, даже не в Индалусии, у нас в Гранаде. Ну, когда говорят Гранады, это имеется в виду вся провинция. 9 случаев заражения. Вот, не так много. Так что, пальчики скрестили, и будем надеяться на лучшее. Моя рыба спит. Я, кстати, не поправляю вот эти вот пледы, ничего, потому что я сегодня... У меня такой бардак, но... Еще я черешню тут ела. В общем, сейчас покажу вся правда, какая у меня. Вот так все это выглядит, потому что я сегодня ночью их замочу. Все эти пледики и завтра утром постираю. И как раз пока я пойду с Чарли гулять, все это высохнет и опять постелю. А пока вот как-то так. Лапа моя спит. Он устал. Он устал ходить туда-сюда. Вот, лежать на полу. Ой, а мне же еще вторая половинка курса там лежит. А я тут с вами это. Мой ужин остывает. Ужин, ты остываешь? Ужин не остывает, а вот пирог остывает. Не пирог, а чизкейк. Боже, как он пахнет. Пирог уже... Пирог, чизкейк уже почти что остыл. Ну, вернее, он остыл совсем. Теперь он должен отправиться в холодильник. Минимум на 2 часа. Но у меня он отправится до завтрашнего дня. Вот, потому что на ночь я все равно его не буду есть. Прям вот так его и отправлю. В форме и со всеми делами. В холодильник. Так, а завтра уже мы с вами им будем завтракать. Смотрите, какая красота. Он же, в принципе, отсоединяется хорошо от вот этой. Но не будем его насиловать. Вот. Отправим его в холодильник до завтра. Он очень вкусный. Всем советую приготовить. И легко делается. Ну и все. На этом буду с вами прощаться до завтра. Если вам понравился мой рецепт, делайте обязательно. Напишите в комментариях. А я с вами прощаюсь. Всего вам самого лучшего. Всем пока-пока.